По всему парку куча разных зон, везде скульптуры, сказочные герои, персонажи, животные. Видели, как даже сделан механизм двери? Вы видели? Запрыгивай на него. А наверху парка аттракционная, есть колесо обозрения. Где вообще находится парк? Ростовская область, Каменский район, недалеко от города Каменс-Шахтинский. Если от Москвы ехать, то не доезжая 100-150 километров где-то от Ростова. Интересно, что ты сворачиваешь и такой населенный пункт, что то ли это деревня, то ли это небольшой городок. Я, честно говоря, даже не понял, не обратил внимания, что это. Ребята, сори, если кто-то здесь живет. Здесь вот просто целый такой Диснейленд наш. Сейчас вот пойдем смотреть. Мы еще здесь не были. Вот мои идут. Сразу, кстати, на парковке находится туалет, что очень удобно. С дороги. Платный туалет? Сколько туалет? 40 рублей. Вот видите, еще не успели зайти в парк, а уже 40 рублей заплатили. Но по-царски. Но туалет царский, видите? Как царь сел. Вообще, меня подобные вещи переносят в детство. Почему? Ну, в моем детстве ничего подобного не было. Были какие-то парки с карусельками, ну, чтобы таких масштабов. Кстати, сейчас парк чуть более 20 гектаров. И он постоянно расширяется. И планируется расширение более чем в два раза. Слышите музыку. Здесь сделали в парке еще такое аудиосопровождение. Колонки стоят. И ощущение, что реально где-то находишься в средневековье. В реальном дворце, замке. Очень круто. То есть впечатление, какие очень много зелени. Очень. Все засадили. Деревья, красота, классный воздух. И вот это вот все. На территории парка множество декоративных растений, цветочных клумб, искусственных водоемов, мостиков, тропинок для прогулок. Если взрослым скорее интересна архитектура и ландшафтный дизайн, то мини-зоопарк на территории парка не оставляет равнодушным ни одного ребенка. Он одобрено. Это корм для этих, да, товарищей? Да, да. Кость, бери. Я боюсь. Ты взял корм? И он теперь не уладит. Все, да, теперь тебя... Здесь множество интересных построек в различных стилях. Что-то напоминает нам средневековые башни, что-то небольшой замок, где-то уютные беседки, но в любом случае все это добавляет парку определенной уникальности. Мы сюда ехали позавтракать, заехали где-то в таком придорожном кафе, в таком ресторанчике. в придорожном, рядом с М4. Но, ребят, можно, в принципе, все это дело сделать и здесь. Вот типа центральной площади. Здесь сувенирчики, мороженое, блинчики, всякие прецели. Ну-ка, такая выпечка. Пирожок захотелось, с капустой взял. Пирожки свежие, горячие. Только достали из печи. Вкусно. И вот, смотрите, камень, да, у нас. Купи. А, коли прямо пойдешь, купи, я прочитал. Коли прямо пойдешь, друга раздобудешь. Коль налево пойдешь, сыт и весел будешь. Вправо, ежели пойдешь, вольную волю обретешь. А коль с мечом придешь, от меча того пойдешь. И вот пал. Похоже, вот этот парень. Идем налево, вон так, там как раз бутерброды. А вправо, вольную волю обретешь. Идем вправо, обретаем волю вольную. Ну, короче, тут еще гулять похоже. Вот поэтому и воля вольная. Много воды, водопадик. И вот там еще такой Петергоф прям. Статуи туда добавить. Блин, какие молодцы, конечно. Вот я здесь сколько раз ездил, первый раз. Не знаю, когда этот парк был открыт. Посмотрю. Посмотрю, проверю. Изначально у создателей была идея создать парк в стиле Древней Руси. И начиная с 2009 года здесь каждый день трудятся художники, реставраторы, плотники, кузнецы со всей России. На благо того, что мы сейчас все это видели. Ну, очень круто. Просто молодцы. И масштабно. Это не маленький парчок там у себя во дворе. Очень серьезная штука, я вам скажу. А яблоки по чему у вас? Куда еще? Куда? Персонажи еще такие прикольные. Смотрите, кот. Кот похожий, да, такой? Очень классный. Там козел на шпагате играет в домино. Короче, всякие сказочные герои. Гномы, естественно. А ну-ка, Костя, это Диан, ну-ка, подойди. Я такой козненький. А что там, Костя? А Костя такой длинномогий. Что это с Костей? Что это с Костей? Здрасьте. А то все заглядывают, да? А это вот мороженое, да, такое можно? Нету его. Ай. Кофе, мороженое, чайбата нету. Кофе, мороженое, чайбата нету? Нету. Вы видели, как даже сделан механизм дверей? Вы видели? И вон этот болтается полен, поленье. Плечай. Хорошо, пойди. Бери, дайщи, уши. Лиан, пойдем. Пророчество. Дайщи. Музыка. Музыка. Здравствуйте. куча разных зон везде скульптуры сказочные герои персонажи животные вот пожалуйста баба яга это кстати фонарик фонарик вот так оформлен и вот тут избушка на курьих ножках тоже кстати светильник вот там какие-то лешие дальше заяц с морковкой собака с костью парковка она как бы внизу парка наверху парка аттракционная есть вот колесо обозрения поезд есть еще какие-то другие там карусельки стоят но я честно говоря на них не видел людей сейчас разные части парка процессе строительства поэтому я думаю что ближайший год через год парк еще сильно увеличится тут будет еще много чего интересного смотри а он боится не подходи к ним и так все это он лишь лошадка кусается трогать нельзя говорит орань будет как у горелых боится боится кататься на пони там и козлы горный ты видишь вон там козел горный его кормят а вон и мы во вторник здесь народу немало хотя нам сказали это мало людей я представляю сколько здесь людей когда когда здесь выходные друзья спасибо большое вам за просмотр если вы любите путешествовать с детьми возможно вам будет интересен и мой второй канал с мапс дюкейшн где я рассказываю про учебу в зарубежных учебных заведениях на канале вы можете посмотреть как учатся дети в зарубежных школах что представляют собой университеты за границей мы выкладываем там ролики из наших детских лагерей которые мы проводим в разных странах поэтому заходите смотрите и напоминаю что у нас есть сайт для wsmaps.ru где вы можете узнать о зарубежном образовании абсолютно все